Никогда не нравилось мне это дать привет мой зритель сегодня мы смотрим x-trail мне эта тачка честно говоря не нравится скажу сразу но она очень популярна увидеть ее на дорогах своего города очень много потому что она есть и леворукая вы даже на западе и встретить очень много и в приморье то же самое но примерно 70 процентов этих машин они права руки у нас почти самая полная комплектация x-t и она выпускалась с 12 по 13 год недолго чем она отличается она отличается кожаным салоном она отличается ксеноном она отличается подогревами она отличается помощью спуска с горы она отличается рейлингами ну вроде все туманками то есть эта комплектация намного жирнее чем 20s и 20x и она стоит примерно сейчас x-trail 31 кузов начинается где-то от 980 тысяч эта версия стоит миллион 150 переплатить за эти бонусы ну как бы то что я перечислил они весомые но не знаю мне просто не нравится эта машина по определению поэтому я никогда бы не отдал бы за нее такие деньги но согласен задняя часть автомобиля выглядит стильно вот мне нравится вот эти стопы как у них вот идут на сиренах там высокие диодные стопы вот это вот черные вот эти вот кусок бампера с черной накладкой на крышке багажника вот это вот черная штучка вообще выглядит очень стильно фонари заднего хода nissan камера мне нравится метла омыватель заднего стекла цвет перламутр не просто бел перламутр но его сразу видно он чуть такой желтоватый если был бы он чисто белым бы горел бы прям у них нету такого цвета перламутр багажнику x-trail жутко гремит пока едешь но она и не удивительно он абсолютно весь пластика вот это все пластиковое а у него и потолок же пластиковая же забыл конечно у них даже не тряпка поэтому это жутко все гремит но я соглашусь если возишь какие-то лодку сюда можно положить мотор кухню палатку пофигу на этот пластик зато багажник будет не измазанная тряпка покоца на а будет ну как бы более-менее все потом фена можно выправить практично но гремит просто жуть просто жуть так что у нас из интересного тут но это вот вот этот ящик куда мы спрятали глонасс 50 рублей мои которые я за стоянку платил остались здесь книжки здесь просто отсек я сначала думал это ящик отсутствует а его просто здесь и нету сюда можно что-то удочку какой-то спиннинг разложенный положить чё у нас домкрат и все в принципе все как и у других автомобилей запаска ничего просто не прорезинена не тряпки никакой вот все вот так вот как она есть гремит жутко просто как будто тут вот ничего нету а здесь ничего и нету еще одна отличительная особенность xtt это 18 диски на 55 высоте в других x-trail ах идут 17 диски и высота 60 из-за этого теряется комфорт но так тачка выглядит хотя бы более менее как-то ну более дороже так назовем не такая страшная мне нравится литье ну заводское хоть ну честно говоря страшновато но для этой тачки с завода ну по-моему супер ширина 225 да если не ошибаюсь до 225 55 на 18 что у нас под капотом гидравлики нету так у нас очень много пустого места я вижу землю пробегу тачки 87 87 87 тысяч а нагарчик есть чуть-чуть есть ну потому что мотор оборотистый на самом деле только педаль трогаешь он сразу сразу подрывает опять же по есть надписи также эти машины оснащаются два и пятыми моторами на 170 сил моторы старые qr 25 и также есть еще дизеля на 173 силы где м 9r мотор 173 силы на механике мы привозили только одного дизеля мужику надо было катать телегу с лодкой вот он брал дизель потому что горит вариатор я спалю горит своей лодкой поэтому типа отберу дизеля вот но пластиком ничего не закрыто очень много места сюда реально надо ставить 2 и 5 мотор себе брать если есть возможность на роберите 2 и 5 но правда мотор старый вот эти мэры они уже идут с 2005 года у меня был на дуалисе мр так как у меня стояли большие колеса 255 с японии валдовский у меня постоянно напрягался вариатор постоянно были обороты высокие и у меня мотор был очень закоксованы еще и был пробег 160 себе привез сидишь сзади как будто но ничем не отличается допустим от вица но честно говорю просто они отдали место багажнику и у нас нет двигается никогда взад вперед не двигается заднее сидение сидишь как бы ну прям вот развалиться не получится назад у нас сидение не падают вот но в общем чё в общем как-то так спартанский подлокотника как такового нет у нас раздельное сидение искусственная кожа сразу это чувствуется но в принципе все то есть но прям то что кожный салон и это равно якобы больше комфортно не знаю ну ты его не чувствуешь здесь там подстаканники там кармашек у тебя под газету есть в принципе все но и фонарик и пластиковый потолок но эти сиденья мы можем мы можем мы можем вот так вот сложить вот так вот сложить здесь они также пластиковые и у нас просто получится пластиковая кровать вторая часть также складывается салон за трансформенность ставлю пятерку но реально можно уже перевозить хоть тещи холодильник а есть все таки настройка у него насколько но вот сюда есть у него настройка просто она делается отсюда не как у других машин у них есть рычажок кстати весь салон был когда я забирал он был весь перевернут то есть на таможне постоянно ищут что хотят провести контрабанда из японии наверное конфеты салон x-trail а даже в комплектации x-t он все равно не радует тебя но вот есть подстаканник под кофе у пассажира также вроде бы есть подогревы вроде бы вот вот это вот крутилочка их фирменная которая выбираешь там авто лог дифференциала 2вд но также страшный селектор также вот этот простой вообще пластик который не симпатичный абсолютно стойки вот это все пластиковая дверь пустая где у нас кнопочки подъема стекол там управление зеркалами все это очень вот это вот все что-то люфтит вот как-то все как будто наживлено так вот ну в общем машина не производит абсолютно уюта какого-то ощущение качественных материалов ничего такого нету да есть вот бардачочки есть вот такой большой отсек вот как на автобусах у них на сиренах большой бардачок маленький подлокотник которые слишком низкий то есть на него надо заваливаться единственно что мне нравится это здесь руль мне нравится оплетка здесь кожа не такая как в тойоте не такая как входе мне кажется вот она живет очень долго и но прямо по ощущениям она по тактильным очень приятные ощущения от нее управление музыкой также нету на руле у нас то есть просто идет управление компьютером что нам будет показывать не очень симпатичные стрелочки на панели компьютер у нас черно-белый стрелочки подсвечиваются они и так раз на еще подсвечиваются вот но ночью выглядит неплохо вот но все равно как то ну в общем тачка не современно в тридцать втором у нас чуть попозже выйдет обзор на 32 x trail вообще все по-другому все по-другому вроде бы пластик тот же но это все сделано как-то ну прям ты сразу же ощущаешь что сделано по-другому как будто они сменили команду которая вообще отвечает за направление x trail вообще сразу тачка на другом уровне и внешне и по салону и по ходовым качествам да у нее там такой же мр-20 там может быть такой же вариатор не знаю но . вообще другая вообще прям там уютно сидеть ну там ничего не бесит вот здесь ты сидишь как я не знаю блин он прям не очень приятные ощущения серьезно купить такую машину себе я бы не стал бы даже бесплатно бы дали бы ездить будет на такое но я бы я бы не взял бы но серьезно вот без шуток за салон ставлю двойку вроде все есть но нет самого главного приятных ощущений если ее сравнивать допустим с как вот у нас был на обзоре мини купер у него такой под старину сделанный салон многие плевались в но на этот стиль но как там уютно это просто земля и небо хотя тачка то стоит не намного дороже x trail взять купер водовый либо x-trail а водового конечно купер взять ну что в путь мотор очень приемистый это сразу чувствуется после гибрида после гибрида и вообще я еще помню по еще предыдущему x-trail в нашем обзоре что моторы у них очень приемисты вроде бы всего 137 сил но едут они очень хорошо у настроен мотор из-за этого 87000 уже есть следы кокса что у нас почти 2000 оборотов вариатор все равно делает езду плавной многие недоумевают зачем на x-trail начали ставить вариатор как я буду там возить свой груз там но ребятам из nissana виднее что ставить им на эти тачки все везде идут вариаторы везде возить за собой гидроцикл навряд ли получится то есть либо но я не знаю реально вы спалите вариатор гидроцикл надо возить на прадиках то что 18 колеса 55 резина но не равно нормально как бы но не чувствуешь там особо каких-то неровности на дороге но это наверно после моей 45 высоты для меня 55 это уже считается прям много резины руль удобный обзор хороший зеркала тоже дают много обзора мотор чувствует педаль очень хорошо селектор страшный в принципе нормально в принципе нормально просто едешь просто из точки а в точку б без комфорта без удовольствия просто тебе надо доехать по полицейским прыгает x-trail хорошо вот можно взять rx а за час они продаются но бы ушные соответственно уже с пробегом там миллион 600 миллион 700 до пол миллиона еще сверху надо но когда ты прокатишься на rx и прокатишься на x-trail и конечно земля и вода в принципе габариты понятно вот еще чем не нравится единственное еще чем не нравится то что у x-trail я понимаю где у него окончание капота ездить на нем понятно как парковаться клиренс высокий 21 сантиметр то есть вы проедете практически абсолютно везде машина по ощущениям очень легкая то есть допустим когда ты едешь на волфайре он прям тяжелый неповоротливый такой ну вообще другая машина этот как будто пустой но он и есть пустой у него пластик железо кузова и мотор и все и больше ничего нету вот мафан еще поставили за езду обычная езда ну троечку поставлю даже если бы она сыграла музыка это не способа эту дачу все в коментах на ю тубе пишут что я нахваливаю все машины которые показываю но вот вам пример когда мне нравится тачка игре она мне нравится у нас залоченный мафан но к нам вчера прям вовремя пришел вот такой пакетик от этого x-trail а сейчас мы воткнем флешку которая часто приходит после тачки намного позже сейчас мы посмотрим что произойдет на мои машины таких вещей позже не приходило перезагрузить машину это непонятно что за мафан чайка розерия что это ничего не видите код не знаю Симка. А, может быть, Симка. О, заработала. Сиди, радио. Все, заработала. Что могу сказать по этой машине окончательные свои выводы? Я бы ее не покупал бы. Миллион сто пятьдесят. Даже, вроде бы, даже есть рейлинги. Эти диски, ксенон, по салону кожа. Но я бы не брал бы. Ну, реально, если уже есть такие деньги, миллион сто пятьдесят. Ну, добавьте еще сотню, полторы. Купите тридцать второй кузов. Это вообще абсолютно другая машина. Это просто пластик плюс железо и плюс мотор. Все, здесь больше ничего нету. Ничего. Я не знаю, для чего покупать эту тачку. Реально, если бы мне тут вот написали бы рекламу чего-то, типа, на, катайся. Ну, я бы на ней лодку бы возил бы. Ну, на море бы ездил бы. Ну, там, не знаю, там, на природу, на шашлыки. Там, прям, мангал закидывал бы, прям, не запаковывая, прям, в багажник. Ну, так я бы ее бы взял бы. Ну, люди покупают, люди ездят. Полный город этот X-Trail'ов. И в предыдущем кузове тридцать первый. Ну, тридцать второй, понятно. Тридцать второй, блин, вообще крутой. Не знаю, люди покупают, голосуют рублем. Значит, тачка им нравится. Реально, ну, именно по практичности эта тачка зашкаливает. В остальном же, не знаю, я бы ее бы не покупал бы. Ребят, напоминаю по ценам. 970 самый старт за самого пустого X-Trail'а. Вот эти вот XCT, миллион сто начинаются. Тридцать второй кузов начинается от миллиона двухста пятидесят. Но это самый пустой. Если вы хотите сонары, если вы хотите охлаждение в подстаканниках, там, и прочие бонусы. Ну, это уже там равно. Чем больше опций, тем больше цена. Что купить, решать вам. Но я бы не брал бы тридцать первый. Если есть деньги, взять можно что-то другое. Аутлендера можно взять. Равчика посмотреть, который еще праворукий. Дуалис тоже самое. Что у нас еще? Вангуарды. Они заканчиваются, но примерно эти же деньги. Вангуарды на 2.4, 2АЗ. Что у нас еще? Везеля. Ну, Везель, конечно, не такой, как X-Trail. Он поменьше. Ну, в общем, есть что посмотреть. Поэтому, ребят, десять раз подумайте, прежде чем брать эту тачку. Клиент заказал, клиент хотел, мы привезли. Ребят, я с вами прощаюсь. Смотрите наши обзоры. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дальше впереди еще много интересных машин. Гибриды, не гибриды. Начинается дождь. Просто Владивосток против этой тачки. Он нам постоянно, вообще всю запись мешал нам дождь. Ребята, дайте эту тачку и вообще не снимайте ее. Нам говорила погода. Пока. Компания Сферакар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферакар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова